Вторая часть по инородным телам. Значит, наиболее опасные инородные тела дыхательных путей. Вот она, картинка, где оно может быть. Оно может быть у входа в гортань, то есть застряло прямо вот в глотке, да, и может быть ниже, то есть инородное тело гортани. Понятно, что чем оно ниже, тем оно опаснее, и всё это дело хуже добывается оттуда. И наиболее серьёзное опасное заключается в удушении, естественно, что инородное тело перекрывает дыхание, и без дыхания человек долго совершенно не протянет. Поэтому всё это дело опасное. Перехожу, соответственно, к первой помощи. В основном попадают рыбьи, косточки при еде могут попасть, фасоль, горох, монеты. Дети, да, могут пихать, что попало в рот и при этом дышать. Поэтому часто это попадает детям. Ну, также и попадает любым людям. Допустим, когда человек разговаривает при еде, у него гортань там периодически открывается при разговоре, и может попасть запросто какая-нибудь косточка и так далее. Иногда всякие мелкие инородные тела проскальзывают через трахею из гортани вплоть до бронхов. Значит, обычная реакция организма на попадание чего бы то ни было туда в бронхи – это кашель. Это защитная реакция, причём кашель может помочь. То есть это, в общем, такая естественная реакция организма. С помощью кашля может человек резко кашля выбить там какую-нибудь косточку, которая в гортань попала. В то же время при кашле может не произойти удаление инородного тела. Могут возникнуть судороги голосовых связок, ну и также, собственно, закупорка гортани с опасностью удушения. Если пострадавший кашлять не может, то обычно при этом укладывают, вот как тут нарисовано, сильно запрокинутый назад головой, через открытый рот пытаются посмотреть гортань, где там попала косточка, допустим, и вынуть, вот так вот положить человека, посмотреть ему рот, и может быть, может быть там что-нибудь торчит, и можно будет вынуть. Вот как тут нарисовано в правом верхнем углу. Может быть, вынуть эту косточку или что там попало. Вот. Если так все это не получается, второй метод, это сгибают человека через колено и ударяют по спине, вот как тут нарисовано, и обычно еще часто это все рисуют, эти средства. Маленьких детей кверх ногами поднимают за ноги вниз головой и не сильно их ударяют по спине при этом, которые экспериментируя что-нибудь там глотанули. Если все это не помогает инородное тело не выходит из дыхательных путей, и оно само там не выйдет, если уже с помощью кашля. То есть само это с помощью кашля. Если с помощью кашля не вышло, само не выйдет. Поэтому все доставляют в лечебное учреждение и говорят, вот так вот проглотил косточку, такие дела. Попадание в пищеварительные органы. Тоже постоянно глотают всякую гадость дети, по типу пуговиц, монеток, гвоздей и так далее. Психи, а также заключенные и вообще, так сказать, люди склонные к суициду, могут специально глотать, не знаю, что-нибудь острое, чтобы покончить жизнь самоубийством. Значит, если человек проглотил что-то острое, то оно может поранить ему стенки пищевода, желудка, сосудов. В то же время мелкие инородные тела по типу косточек, они у нас проходят через пищеварительный тракт. Вообще говоря, обезьяна в ее природном состоянии тоже постоянно глотала всякие косточки случайно от персиков и так далее. И поэтому у нас, в принципе, кишечник приспособлен, чтобы вот те тела, которые в природе встречаются мелкие, они просто проходят через кишечник и все, и потом выбрасываются. В то же время, если что-то крупное попадет, к чему кишечник не приспособлен, он может закупорить теперь уже кишечник. Это тоже все чревато смертью. То есть это серьезное все состояние, закупорка всяких путей в организме, хоть дыхательных, хоть пищеварительных. Значит, первая помощь в чем заключается? Кормит какой-нибудь слабительной пищей по типу картофельное пюре, капуста, ну, кого что прохватывает там, блин, кефир. Ну, примерно понятно, да, вот от чего прослабляется кишечник, чтобы быстрее вышло. Слабительные при этом давать нельзя, у нас разные механизмы слабительных и могут быть такие, что наоборот будет все хуже и произойдет закупорка кишечника. То есть дают естественную какую-нибудь еду, но которая способствует вот поносу, собственно говоря. Огурцы там, все вот такое. Все, в принципе, знают, кого проносит, от чего. Значит, если возникают после проглатывания чего-то боли в животе, либо если проглотил что-то острое, мы знаем, допустим, что проглотил гвоздь. Это опасно для жизни, и нужно немедленно доставлять в лечебное учреждение и не ждать, пока это все выйдет. То есть если что-то острое проглотил однозначно, мы к врачу, и мы не пытаемся это вывести. Или если проглотил что-то такое достаточно крупное, и после этого начались боли в животе тоже, мы доставляем к врачу, и мы не пытаемся это вывести. Если проглотил что-то сравнительно мелкое, то мы просто улучшаем перестальтику кишечника каким-нибудь естественным образом, чтобы оно быстрее вышло. Держать это внутри организма не надо, пока оно держится внутри организма, она всегда может что-нибудь там покорябать, вызвать какую-нибудь там язву, ранку, потом туда накинутся всякие бактерии, и все это дело усложнится. Вот такая у нас ситуация с инородными телами дыхательных путей и пищеварительного тракта. Продолжение следует...